Анатолий Николаев В 1994 году закончил с красным дипломом биолога географический факультет Якутского государственного университета имени Максима Амосова по специальности учитель биологии и химии. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук по специальности экология. Был принят научным сотрудником группы лесоведения Института биологических проблем Криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. В 2001-2011 годах старший научный сотрудник Института мирзлатоведения имени Павла Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. В 2011-2013 годах декан биолога географического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. В 2011 году защитил докторскую диссертацию. В 2013-2017 годах директор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. 26 июня 2019 года назначен ректором Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Свободно владеет английским языком. Я каждый раз тоской вспоминаю о том, что я не смог поступить в Якутский государственный университет. Провалил экзамен. Я знаю, что вы тоже провалили в свое время один экзамен. Я проезжаю и с каждым годом все глубже чувствую миссию и значимость нашего университета. Особенно, когда появился памятник в Мордину Аксенте первому ректору. Поэтому разговор с ректором Кузницы Кадров для меня очень-очень важен, интересен. Ректорская должность, которую я, как тоже прошел через это, создавая институт арктический, ректором-организатором был, так хорошо вас понимаю, что даже не хочется спрашивать, как это так, 19 тысяч студентов, 35... Сколько преподавателей? Сколько он? Три с половиной преподавателей, где-то более полутора тысяч. Более полутора тысяч преподавателей. Огромное, оказывается, это хозяйство, да? Около сорока или сколько там вот этих зданий и так далее? Больше. Больше, да, больше есть. Проезжая мимо, смотрю, там, значит, был Якутский государственный университет, а потом, значит, северо-восточный университет, да, федеральный университет имени Максима Мозова. Что для вас важнее в северо-восточности? Север или восток? Ну, достаточно философский вопрос, да, но тут невозможно сказать, что важнее, север или восток. Мы все-таки находимся на северо-востоке, потому что и приоритет, ну, и сделать или на север, или на восток, тоже как-то будет для нас, для северо-восточного университета, было бы, ну, одним словом, как бы странно. Потому что, даже исторически, если взять, да, Якут всегда был форпостом, да, это открытие и на севере, ну, когда вот экспедиции Дежневой и так далее, ну, многие на Беринге, они все проходили через Якутск, многие. И даже в восточной части нашей большой страны тоже Якутск был мостом открытия в восточной территории. А для нашего федерального университета, северо-востоком федерального университета, это, конечно же, в первую очередь, это кузница кадров, да, кузница, и потом можно пойти дальше, да, и что мы не только кузница кадров, но и центр образования всего северо-востока страны. Это на нас возложена достаточно большая миссия. Истоки ведут в 1934 году, да, когда образовался Якутский педагогический институт, потом в 1956 году, в этом году как раз будет 65 лет образования университетской, это Якутский госуниверситет, а потом уже мы стали северо-востоком федеральным университетом. Когда я разговариваю даже со студентами, да, они, многие, я не знаю, ну, почему же наш университет, имя, вот, Максим Кирович Амосов, да, и, конечно, в тот момент, в 20-е годы, когда Амосов и его коллеги ставили вопрос о том, узнать потенциал молодой республики, и, конечно, большая экспедиция была академией, но оно, конечно, действительно показало то, что у нас достаточно большое количество населения безграмотное, и по борьбе с этой безграмотностью был открыт педагогический институт. То, что инициировал Максим Кирович, стало подоплекой открытия вообще в целом высшего образования нашей республики. В середине 50-х годов это промышленности, потребности республики и вот всей большой, вот этой большой территории привело к тому, чтобы был открыт университет. И спасибо вот людям, которые именно вот это сделали, да, первому ректору, который тоже сделал достаточно много, и чтобы вот это вот более широко появились и кадры, которые восполнили вот этот большой пробел. Третий этап – это наш федеральный университет. Как говорил один известный политик, кадры решают все, да, но там у него сказано по-другому, как я знаю, технически оснащенные кадры решают все. От квалификации, от компетенции кадров зависит многое. Даже если взять вот ту же самую, сейчас модную для цифровизации, да, кадры для цифровой экономики и так далее. Мы можем оснащить все, да, можно купить компьютеры, разные аппаратуры и так далее, но если кадры не будут готовы работать вот с этой аппаратурой, то гроши на всему этому. Северо-восточный университет наш, это федеральный, 10 же, как бы статус федеральный, 10 по России университетов. Так, и федеральная, она как бы значимость, конечно же, я читал ваше интервью, статьи, выступления, даже выступали на чистом английском языке. Везде вы говорите о значимости федерального масштаба. То есть мы же мыслим-то ЯГУ, якутской государственности, мы мыслим как бы региональными таким масштабами. Что для вас вот федеральный масштаб? Сейчас университеты так трансформируются, так преобразуется, что в первую очередь выходит, конечно же, мы основная деятельность это банк готовых кадров, но федеральный университет это намного больше, потому что мы включаемся вообще в целом как центры развития общества, центры развития макрорегионов. Мы и включаемся в разработку программ, социально-экономической программы развития. Мы сейчас являемся, можно сказать, даже корпорацией, которая делает не только образование, не только науки, инновации, но и мы являемся большим аналитическим центром, экспертным центром, центром притяжения, аккредитации и так далее. Мы намного больше, чем в простой университете. – Вы назвали три кита, на котором университет держится. Вот три кита, про какие вы говорите? Я хочу даже поспорить в чем-то, но мне интересно. – Ну, в первую очередь, конечно, наука. Сейчас обратно наука возвращается в университеты, науки, инновации, разработки. Ну и третий кит, это все-таки третье место университета, это воспитательное воспитание человека. – Вы в одном интервью говорили о том, что инженерный кластер будете создавать, потом гуманитарный и третий был. – Да, естественно, медицинский. – Вот про это вы говорите? – Нет, это если взять сферу, области, три области. Не как область работы, действия и влияния, это как наукообразование и так далее. А это просто, я вижу три больших кластера, научно-образовательные кластеры. Это вот концентрация инженерной мысли, где там и автодорожные, и горные, и строительные. – То есть, в геологии все это входит туда, инженерные? – Да, это все инженерные. Потом гуманитарный кластер, это все гуманитарные направления. История, ФЛФ, язык и культура, экономика, это все гуманитарные. Ну и, конечно же, естественные. Там вся медицина, биология, химия, физика и так далее, это все естественные. – Эти три направления, которые вы обозначили, они, правда, касаются и масштаба, и мирового масштаба касаются. Скажите, у вас, значит, человек живет же впечатлениями, впечатлениями. Не только наукой, не только знаниями, еще впечатлениями. У вас, значит, от этого огромного масштабного явления, как наш университет, у вас какие-то такие впечатления в начале были, а сейчас какие? – Ну, все-таки, я не сразу стал, конечно, руководителем. Я прошел все перипетии, все вот эти вот пути. И, да, я вот, когда закончил университет, потом уже я работал и лаборантом, и ассистентом, да, и организовал в свое время и профсоюз аспирантов-ординаторов, и профсоюзные линии тоже знаю. И потом после этого уходил в академический институт и полностью 10 лет, даже 11 лет, может, проработал, чисто научной деятельностью занимался. И потом в 11-м году предложили стать деканом. Я прошел и деканство, прошел и директорство, потом прошел путь проректорства, да, вегенциально предложила мне стать проректором. Да, Сюра курировал все естественные направления, это институт математики и информатики, институт естественного, физико-технический институт и медицинский институт. Потом еще добавилось еще 4 института под мое курирование, это вот инженера, инженерно-технический, горный институт, геологородельческий факультет, да, ну и, конечно, строительный, ну и автодорожный факультет. Так что получается почти половина всех подразделений, самое главное, не самых маленьких, самые крупные подразделения, это я курировал и, можно сказать, был в курсе вот всего основного, да, что кроме гуманитарного направления, да, я вот полностью университет курировал, поэтому мне было чуть-чуть легче включиться в работу руководителя. Все вот эти дюансы работы деканов и так далее я, в принципе, знаю, поэтому многие вопросы уже могу уже с той стороны, с той позиции посмотреть и решить. И вы в своих выступлениях статья приводите, такие примеры, Оксфордский университет там, да, и другие университеты, Гарвардский. Делая пример вот этих больших университетов, я могу сказать, что для нас возложено за очень маленький, короткий период стать узнаваемым в мире университетом. Это просто так и делается. Просто так, если даже, например, в Российской Федерации был такой большой конкурс 5-100, ну, чтобы там ведущие университеты, там их было, что, 21 или 23, чтобы они вошли в топ-100 ведущих рейтинговых компаний, да, ну, агентств. И, конечно, просто даже денежными вливаниями вот этого не делается. Да, нужно работать планомерно. Но для нас, для университетов России дан очень короткий путь для разбега. Мы должны за очень короткий путь стать узнаваемым в мировом плане. Ну, это, конечно, чтобы стать вот на такой уровень, как Олсфорд, так же, как Кембридж или другие университеты, Стэнфорд, МАЙТ, когда нужно было начать еще более чем 100 лет назад. Да, это так же, как это, почему футбольные газоны в Англии очень ровные, да, и там тоже ответ, нужно было начать газон косить более чем 100 лет назад. Даже больше. Да, даже больше, да. И, конечно, сейчас мы, имея опыт, да, историю, опыт создания тех университетов, внутри себя должны найти изюминку. В чем же мы будем узнавать? Да, а просто так копировать их опыт тоже не получат, да, потому что они же давно убежали, за ними бежать еще и, если они бегут еще с большей скоростью, мы, как медленная машина, их точно не догоним, да. А в какой-то сфере, в какой-то специфике, с каким-то нюансом мы можем стать узнаваемыми. То есть у нас есть, например, в Якутии мерзлота, холод, да, какие-то специфичные условия, да, малое количество населения, большие территории, да, и, конечно, мы должны стать вот университетом, который решает вот эти проблемы вот таких малонаселенностей и больших территорий. Вы говорите о геополитическом значении нашего университета, да, ну, геоэкономическом, геополитическом значении. И вот вы сейчас, когда говорите, я вот вспомнил о том, что глава еще в своем послании, вот, прошлого года, в декабре, он говорил о геокультурной идентичности. Вот как раз вы на эту тему, геокультурная идентичность народов республики, да, и всей республики. В этом плане вот северо-восточный университет, северо-восточный университет, оно, как бы, уже в основе имеет, как бы, ориентир для попытки геокультурной идентичности установить такое, да. И вот, получается, что, вот я так же вот, вы про экологию много говорите. Да, я сам экология. Да, вот, про экологию, так. И ваши научные труды очень связаны с природой, с климатом. Да, это наше анонимические исследования. Вот, например, для простого, вот слушайте сегодня нашу передачу, для него это звучание такое, странное такое, да. Вот, если простым словом сказать, что это значит? Ну, гендры – это дерево, хронус – это время, но при помощи деревесных колец я восстанавливаю, что было в прошлом. То есть, ну, мой друг тоже, гендер-хронолог, говорил, что деревья не врут. Деревья не умирают? Не врут. А, врут, то есть? Не врут, потому что какой климат, какое воздействие, так они и растут. Они не могут расти, чтобы наврать нам, ученым, по-другому. Потому что есть какие-то причины, факторы, которые повлияли на работу камбия, что кольца будут или широкие, или узкие. Например, камбий плохо работал, значит, на него было негативное воздействие факторов. Например, тоже температура, или осадков было мало, было холодно, или еще какие-то факторы. Были пожары, может быть, которые повлияли. Или, например, те же насекомые, например, шибирский шибкопряд, пришел и всю хвою съел. Продуктов нет для того, чтобы там строить те же годичные кольца. Значит, там что-то повлияло. Поэтому мы, как ученые, должны вот это все разобраться, факторы посмотреть, и прояснить картину прошлого. А если мы знаем картину прошлого, то, в принципе, мы можем прогнозировать, что будет в будущем. Ну, вот это вот такая работа. А моя работа была сделана на основе влияния многолетней мерзлоты. И, конечно, когда я говорил, что есть корреляционная связь с зимними температурами, параметр статистический... От слова корреляция. От слова корреляция. Корреляция. Ну, это как бы схожесть. Например, было так, и поэтому растут. Похожесть, схожесть. Да, похожесть, схожесть. И у меня как раз, когда я много раз выступал, спрашиваю, ну, зимой же деревья не растут. Так. А в чем, почему этот зимний фактор-то влияет на тот момент, когда деревья летом только растут? Ну, и, конечно, приходит отвечать, что зимой, чем... Ну, если зима очень такая экстремальная, холодная, да, будет большое промерзание мерзлоты, и очень много энергии, времени потребуется для того, чтобы земля растаяла, и чтобы деревья начали расти. А у нас вегетационный период достаточно короткий. Да, и поэтому корреляционная связь достаточно высокая. Отрицательная. Ну, вот якутская межмассиа ланхо тогда. Мировое же древо, так, главный символ. То есть, я вот сейчас вас слушаю и поражаюсь нашим ланхо-сутам, которые про это и говорят. Это вы же научным языком говорите, вы науку, да. А в эпосе про это говорится, о том, что вот древо, оно так, оно связано и растет, и наверх до верхнего мира, обратно. То есть, процесс, про который вы говорите, так, да. То есть, это, как вы сказали, деревья не врут, так, да. А деревья сейчас говорят о таком глобальном потеплении, говорят или нет? Конечно. Последний вот такой взгляд, ну, анализ, да, показывает, что вот такое потепление есть. Да, но не надо пугаться, потому что деревья, нам сказали еще одно, что первое тысячелетие было намного теплее, чем второе тысячелетие. Наши эры, да, были времена, когда было намного теплее, чем сейчас. Да, и это тоже, вот, ископаемые данные тоже вот это показывают. То есть, наука, которым вы занимаетесь, ну, вот, она обретает не только такое научное значение, но еще и климатическое, геополитическое, экономическое значение деревья, деревья. На нашем языке, вот, на языке людей культуры, искусства, деревья умирают стоя, там, типа, там, или деревья, мы как, деревья не падают, они стоя умирают, там, типа, да. И вы вот такую истину, простую истину мне сказали. Я даже вот, вот, если мы сидим под, как бы, люстрой сахотеатра, которую сами дизайнеры обозначили, как интеллектуальное древо. Вот интеллектуальное, оттуда свет должен идти, по идее, свет сюда падает, интеллектуальное древо, свет, свет, это интеллект такой. Ну, поскольку университет, это свет, вырабатывает свет, интеллект нации. И тут, значит, сразу главное, самый для вас опасный вопрос. А неужели, все-таки, мы станем искусственным интеллектом, пока на данном этапе, все из пандемии и так далее, общение через вот гаджеты и так далее, неужели это обретет такой, ну, как бы, такой масштаб, что мы потеряем, потеряем человека? Ну, тут же, вы тоже цитировали нашего президента, да он же, по-моему, в одними из своих встреч, по-моему, с молодыми учеными или с кем-то там, он тоже сказал, что может ли искусственный интеллект стать президентом? Он же ответил, он не может, потому что у него души нет. Ну, он, может быть, прямо не так, но он сказал, что... Нет, он так, так сказал. Да, он души нет. То же самое, я думаю, что искусственный интеллект, он всегда будет инструментом для быстрого расчета каких-то процессов. Я на это очень надеюсь, да, но если, конечно, будет такой, что космонавт Иван, или, как его звали, просто выключал музыку на МКСе, ну, да, 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 это заставляет тоже задумываться, да, что вот такие моменты тоже могут быть, да, но, скорее всего, все равно нужно, чтобы искусственный интеллект больше помогал человеку, развитию человечества, нежели он сам в свободное плавание ушел. Эта червата, конечно, очень большими рисками. За вашим креслом, там вот эти вот дошечки, видите, дошечек сделана вот эта вот инсталляция, да, и ваша помощь, который спросил, что означает, мне сказали, что это река. Да, река волны. Река волны. Ну, я в этом посмотрел очень такой философский, это может быть река жизни. Река жизни, да. Река жизни, и вот эти вот маленькие дошечки, они это судьбы людей. Да, 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 правильно. Из этих судеб людей, и вот большая река жизни. Река времени. Река времени. Да, да. Да, и, конечно, они, почему они еще перекрестывают, это очень даже похоже с моей работой, да, когда мы делаем реконструкцию климата по древесным кольцам, мы даже реконструируем. Например, взял пень, который, ну, деревья, которая давно умерла, да, погибла, мы восстанавливаем даже на несколько тысяч лет. То есть судьбами разных деревьев мы восстанавливаем в целом хронологии на несколько тысяч лет. То же самое вот ваша инсталляция показывает, что из судеб многих-многих людей мы можем восстанавливать историю. Вот я, ну, поскольку вы меня переводите на мое любимое образное мышление, от науки так, да, я вот, когда создавал институт арктический, то главного студента я назвал птицами. Птицами агугук. Ну, из моего спектакля птицы, птицы так, да, и образ птиц там. Да, поэтому вот. Да, вот эти образ птицы там, полярные сова, которые летят в спасение культуры и так далее. А вот какой образ можно было бы, ваши студенты, для вас, какой образ? Для меня птицы они. Ну, понятно, искусство, культура. А образ какой? Который вы сами уже несколько раз сейчас назвали. Ну, птицин это, в первую очередь, личность, да. Я все равно своих студентов вижу это как будущее нашей страны. Что мы в него вложим, то и получим через лет 10-20, ну, может, еще ближе, да. Потому что мы же не вечно же будем сидеть руководителями или другими людьми. Если мы их не воспитаем людьми, которые будут любить свою родину, будут делать все для того, чтобы наша страна развивалась, или даже наша малая родина, то мы получим совсем плохой результат. Если мы не воспитаем человека, а это будут просто люди с дипломами, но без внутреннего стержня духовного. И в этом плане мы, конечно, делаем работу, ну, воспитательную я не скажу, а чтобы студент почувствовал университетскую среду. Внутри вот этой среды мы должны помочь ему стать личностью. Личностью, которая умеет ставить цели, умеет решать. А если мы просто дадим, да, вот это стол, вот эта функция работает вот так, а если для чего, почему и как, и для чего, это возникает достаточно широкий смысл. Вот вы слово компетенции несколько раз сказали, компетенции, да, компетенции. Ну, мне почему-то не нравится это слово. Мне тоже не нравится. Ну, это сейчас модное слово, компетенция. Я бы сказал, может быть, навыки и внутреннее содержание человека. Навыки. Навыки. Вот мне очень, в творческом плане, навыки. 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 И внутреннее содержание. Да. Хорошо. То есть, получается, что все-таки вот я вот редко так слышу, когда обучающая сторона, в последнее время, раньше всегда говорили о воспитании, воспитании. ИИТИ. Вот даже я такой сделал, такой аббреватур, ИИТИ. То есть, на якутском языке, если ИИТИ, это, ну, зарядить там, ИИТИ, интеллектуальный, инновационный, творческий, идея, инициативы. Получается, аббреватура интересная. ИИТИ. Вот вы говорите о воспитании, воспитании говорите, да? Ну, вы патриотическое воспитание, вот сейчас бы сказали. А все-таки, хотите, я подарю вам образ? Вы мне сейчас подарили знание о дереве, а я хочу образ так подарить. То есть, вы говорили о дереве, да? Мне почему-то показалось, что студенты все эти разные деревья. И вы, значит, из этих деревьев кто-то вырастает огромным дубом, кто-то, может быть, правда, а лук может вырасти так, да? Кто-то вырастает таким березой и так далее. Но они вот как раз держат-то планету. И не только республика, не только на вечном мерзлоте. Вот как деревья. Вот вы же поливаете знания и создаете такое, да? Следующее, вот я, также читая ваши интервью, вдруг, значит, подумал о том, что вы человек, ну, человек от науки, человек от, как бы, практики, так, да, и сам педагог, так далее. Вот, где истоки вашего, как бы, становления? Где? Где ваши корни? Я сам с Верхнелюрского района, да, село Намца, я там родился, прямо в деревенской больнице родился, там вырос. Мои родители, конечно, когда закончили, ну, мама закончила, ее распилили в другую деревню, да, но в силу времени, обстоятельствах, я остался у бабушки, так у бабушки и воспитывался, там, и в Намской школе. Бабушкин, бабушкин внук, да, и, конечно, когда у тебя младшие родные, три брата, три сестры, вот оттуда, может быть, есть ответственность за судьбы, за то, что, например, меня, конечно, маленьким был, ругали, да, или ты не усмотрел, или ты виноват, то, что ты вот заставил, ну, вот это вот сделать, да. Ну, в семье старший, старший. Да, я самый старший в семье, и оттуда у меня исходит, вот, например, может быть, ответственность за судьбы людей. И, конечно, я вот воспитан и советским временем, был и пионерским активистом, был и первичником суммарской организации, да, и, конечно, вот воспитан в духе коллективизма, опоры на товарищей, на друзей, да, на то, что мы должны иметь одну идею делать, да. И поэтому я никогда не был авторитарным человеком, да, я всегда человек, как бы, скажем, командный. Командный, да. Командный, да, и поэтому везде, как бы, вот, даже вот будучи деканом, ну, до этого, в принципе, работал и профсоюзным лидером Института Межлотовики два года, да, и вокруг себя все равно, да, всегда создавал команду единомышленников, да, и только командой решал многие вопросы. И сейчас тоже команда, в принципе, создана, да, и сейчас мы будем преобразовывать университет. Как вначале я спросил у вас, что для вас главнее, север или восток, да, ну, вы очень, как государственный уже человек, ответили. Так, вот смотрите, поэтому меня больше интересует сегодня север, север, так, да, арктическая. Вот, я знаю, что у вас очень много программ на этом плане, огромную работу развернули вы. И, ну, вот, есть институт иностранный языковый или как? Институт зарубежной филологии и регионовидения. Вот я, как обыватель, всегда беспокоюсь по поводу выпускников этого института. Мне кажется, что они все уедут, кто во Францию, кто в Англию, кто там в Японию, кто в Китай, так. Как сделать, чтобы институт этот работал на республику, на Россию работал? Нет, ну... А не кажется ли вам, что это какой-то... Нет, ну, тут... Я бы не сказал, что выпускники нашего университета прямо берут и сотнями уезжают, да. В основном они остаются работать здесь. Ну, в основном здесь, да. И, конечно, мы не препятствуем, если кто-то уехал, да. Это просто будет наш человек, который будет мягкой силой продвижения нашей культуры. То есть, все-таки... А, это хорошо, это хорошо, хорошо. То есть, все-таки наш агент это, да? Ну, агент это как-то грубо, да, но просто через него будут знать о нас. Ага. Да, и, может быть, вот этот человек станет мостом нашего преображения и еще большего. Но для этого же надо, чтобы вот та якутка или там русский или какой-то другой национальности парень из Якутии, он должен же знать и свой язык, и свою культуру, да. Ну, насчет языка, конечно, прекрасно, если они знают родной язык, да. Мы сейчас делаем достаточно много для того, чтобы в эту сторону работать. Но самое важное то, что мы как федеральный вуз должны воспитать человека, который в целом о культуре Северо-Востока знал. Да, ну, в широком плане, да. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы этот человек не стал бы там транслятором якутского языка или там эвенского, эвенский языка, да. Конечно, если так есть, то это будет прекрасно. Но если он хотя бы скажет о наших традициях, того же Цеха, Ланко и других, например, примечательностей нашей республики, нашего края, это будет достаточно много для того, чтобы другие люди заинтересовались нашей республикой и приехали к нам хотя бы посмотреть. Вот вы вот очень правильно сказали по поводу того, что они становятся как бы представителями культуры своего народа, через язык переводят там, да. Сейчас слово, это переводческая культура у нас сейчас находится на достаточно таком низком уровне, я считаю. В советское время, это идеология же была перевод, перевод авторов якутских, авторов на русский язык, на другие языки, а сейчас как-то такое, да, и поэтому, наверное, вот эта миссия, она может стать еще переводческой, то, что вы сказали, переводить, не только перевести из одного языка на другое, еще переводить культуру через язык. Да, передать именно, да. Ну, Антон Николаевич, вы не должны беспокоиться по поводу того, что мы ни о чем не поговорили. По большому счету, да. Поскольку, еще раз возвращаясь к началу нашего беседы, про Ясну Луне, как я называю, передачу мою я называю «Эль-Итэн». «Эль-Итэн» – это страна, народ, государство, воспитатель, гитарность якутского. И вот я более чем убежден, уверен в том, что вы являетесь человеком как раз вот этого уровня, тем более вашего, как бы, обязанности, как ректора. И поэтому я благодарю за то, что вы пришли на эту передачу, невозможно охватить все, и все вы это знаете, то есть широкий спектр вашей деятельности. Но все-таки мы о чем-то важном, видимо, обсудили. Я тоже очень надеюсь, да, и, конечно, вот через очень хорошую вашу передачу мы хотели бы обогатить вообще восприятие о нашем университете. Ну, может быть, обо мне, но самое главное о том, что сейчас, что если зритель узнает, чем же дышит университет, какие цели, задачи ставят, вообще основная цель университета – это что? Это, во-первых, обучение студентов или в целом воспитание или подготовка хороших людей? Прекрасно. Я вам дарю мою книгу «Путь республики Саха» называть. Ну, в основном это, конечно же, имеет культурное значение, да, искусство, через это искусство, через культуру Путь республики Саха. Вот для республики вы делаете большое фундаментальное дело, вот я дарю эту книгу. Спасибо. Ну, я тоже пришел не с пустыми руками, да, вот мы сейчас, университет, взяли курс на целеустойчивое развитие человечества, и сейчас вот сделали доклад до 2020 года, и тут по каждой цели, да, вот что мы делаем, как мы делаем, что мы достигаем, вот это вот очень хорошее. И еще маленькая книга, да, мы в январе делали большую выставку про наших студентов-героев, про наших медиков, которые встали на борьбу с коронавирусной инфекцией, балетник, да, и тут портрет вот наших студентов, да, и вот эту вот книгу будем еще раз переиздавать. Вот это воспитательное значение. Да, это воспитательное значение, и тут, если посмотреть, да, то... Это вот Кугунуров, что ли? Нет, это Андрей Васильев. Похожий Кугунуров. Да, 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 да. И тут, я там отметил, что у них взгляд очень поменялся. А, вот так, за это время, да? За это время, они были такие веселые, радостные, и потом раз, они стали... Другой ипостаси. Да, ипостаси. Все они сосредоточенные, и понимают, с чем они имеют дело. Прекрасно. Ну, и наш доклад, и вот маленькая книга Семена Данилова, это то, что он имендовался в нашей помощи. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья.